Мир вам, Владимир Тихонович. Мир вам, Владимир Тихонович. Мир вам, Владимир Тихонович. Мир вам, Владимир Тихонович. Господи, благослови предстоящие занятия. Не дай уклониться от истинного понимания Божественного Словества. Примусь с нами. Сохрани нас в любви и согласии. Хвала Тебя, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Аминь. Итак, мы с Божьей помощью на прошлом занятии закончили 14 главу «Деяния апостолов». Вот, сейчас я повторю последние стихи, чтобы освежить в памяти. Потом, так, это вот 14 глава, конец. Потом, пройдя через Песирию, пошли в Памфирию, проповедовав Слово Господне в Перке, сошли в Аталию, оттуда отплыли в Антиохию. Оттуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немало время с учениками. Так, значит, какое дело они исполнили? Они рукополагали там пресвятеров. Вспомнили, да? Вот, ну и начинаем 15 главу, с 1 по 4 стихи. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с них, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили в Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим, они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверст дверь веры язычникам. Толкование. Видишь, апостолы подвергались испытаниям и внешним, и внутренним. Не просто говорилось о необходимости обрезания, но если не обрежетесь, не можете спастись. Так вот учили. Противоположным этому мнением было то, будто обрезываясь, верующие не могли спастись. Так, сейчас я еще. Игорь, я ее подключу. Так, но Павел не сказал, да почему же это, неужели я не заслуживаю доверия после того, как совершил столько знамений, а рассудил отправиться ради них в Иерусалим. Как же он в послании Галатам говорит, Галатам 1.17. И не пошел в Иерусалим, председствующим мне, апостолам, а пошел в Аравию. Первый раз он пришел в Иерусалим не сам, а был послан другими. А во второй прибыл туда не сам. Не с тем, чтобы научиться, но с тем, чтобы склонить на свое мнение других. Потому что сам он от начала обращения был того мнения, которое поставил потом и собор апостолов. То есть, что обрезывать не следует. А так как некоторым христианам из уидеев казалось тогда, что Павлу одному доверять решение вопроса нельзя, и так как они обращали свои взоры на апостолов, бывших в Иерусалиме, то Павел пошел туда, пошел не с тем, чтобы научиться большему, но с тем, чтобы убедить тех, которые говорили противное, что и бывшие в Иерусалиме апостолы решают вопрос этот согласно с ним и в Арнаву. Понятно, почему он пошел. Не потому, что он в другом месте, он говорит, «Я не стал советоваться ни с плотью, ни с кровью». Тогда Галатам он говорил, что «Я от Бога, почему вы, когда от меня приняли проповедь, стали склоняться к жеу учителям? Я вот, слушайте меня, а здесь, и никогда не ходил ни к апостолам, ничего, вот он сам проповедовал. А здесь, почему он пошел? Потому что опять вот эти же вот люди, которые склоняли учеников к тому, что вот без обрезания не спастись, и говорили, а вот надо у апостолов бы спросить, ты кто такой? Ну и вот он тогда говорит, ну ладно, тогда пойдем спросим у них. И вот они пошли в Иерусалим. Так, если можно выразиться, тогда собор такой у них был. Они собрались и решали вот этот вопрос относительно обрезания. Нужно обрезываться обязательно или не обязательно? Или что будет с теми, кто настаивает на обрезании, что делать? И что делать с теми, которые говорят, ни в коем случае не нужно обрезываться? Вот. Ну и вот что сейчас на этом соборе решили, читаем дальше. Пятый, двенадцатый стих. Или у кого-то по этому стиху есть какие-то вопросы? Если нет, тогда идем дальше. Идем, да? Да. Пятый, двенадцатый стих. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для просмотра всего, для рассмотрения всего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. И не положил никакого различия между нами и ими, веруя очистив сердца. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на них, на вы и учеников Иго, которого не могли понести ни отцы ваши, наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умыкла все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Толкование на это место. Верующие не из язычников, но из иудеев требовали, чтобы принявшие веру обрезывались и исполняли прочие заповеди закона, имевшие отношение к плотской природе человека. С ними, рассуждавшими на основании древнего закона, не согласились прочие ученики, хотя и сами были от обрезания, потому что старались сделать постановление не по своему желанию, но соображаясь с общей пользой. Апостолы имели какое-то особенное достоинство, по которому стояли выше предсвятеров. Иначе Лука обозначил бы всех одним общим с предсвятерами именем. Благодать на решение вопроса получает Петр, в котором и до сих пор оставались элементы иудейства. Быть может, здесь были и обвинявшие его некогда за Корнилия, а быть может и входившие с ним в дом Корнилия. Поэтому-то он и выставляет их свидетелями. Через него говорил Бог, и что тут ничего не было человеческого. Указывает им на духовное свидетельство. Там, где вера очищает грехи, исходящие от сердца, нет никакого различия между верными, иудеи ли они или елины. А очищение это заменило обрезание. Вместо плотского обрезания даруется обрезание духовное, через которое веруя во Христа очищает и тайные грехи. Что значат слова «искушаете Бога»? Это значит, как будто Бог не силен спасти человека по вере, или «отчего вы не верите Богу». Вводить в закон есть знак неверия. Известно всем, что закон был обременителен для израильтян. Это признавали и ученики. Да и сам Спаситель указал нам на это. Читаем у Матфея 11.28. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Труждающимися же и обремененными называет бывших под законом, а себя назвал кротким. Какого свойства закон не имел? Итак, прежде закон спасал тех, кто соблюдал все, что написано в законе. А ныне благодать Господня и без соблюдения закона спасает через веру. Ну вот, сразу меня лизануло вот эти вот, как это, без соблюдения закона спасает через веру. Что теперь, не надо соблюдать закон, уверовал и все, как вот сектанты говорят. А главное, воздерживаться от крови, да удавлены от блуда, и все, больше нам никакие там заповеди не нужны. Бороду какую-то зачем-то вы придумали. Все это теперь новая тварь. Не надо теперь бороду отращивать, там еще всякие там законы соблюдать. Пожалуйста, у кого какие есть соображения, найти еще. Вот это вот последнее предложение меня смутило. А и так, еще раз его зачитаю. Прежде. Михаил поднял руку, ты не видишь. Что? Михаил руку поднял, а ты не видишь. Ну, говори, Михаил, подсказывайте. Договорил же свою фразу, Сергей. Я хотел зачитать послание филиппийцам, третья глава, где апостол Павел предупреждает филиппийцев. И каким образом он предупреждает? Он говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание, мы, служащие Богу Духом и хваляющиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Я обрезанный восьмой день из рода Израилева, Калина Вениаминова, еврея от евреев, по учению хорисей, по ревности и гонителям Церкви Божьей, по правде законной непорочности. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую. Да и все почитаю тщетую. Ради превосходства, познания Христа Иисуса Господа моего, для Него я от всего отказался. И все почитаю засор, чтобы приобрести Христа и найтися в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стоя, которая через веру во Христа, праведностью от Бога по вере. То есть, как он предупреждал язычников, чтобы они береглись и не исполнялись к тому, что уже ушло в прошлое обвязание и все, что связано с обрядовой стороной Детского Завета и евреев, это все уже ушло в прошлое. Новый Агнец, которого они называли, преобразовало Христа, и обвязание преобразовало это крещение, то есть новое пришло все. И исполняться на старое, он даже вызывал их сами, чтобы береглись этого. Настолько строгое предупреждение было от апостола Павла. Ну а в чем опасность-то этого было, обрезания? Они пытались, он говорит же, что по своей праведности они хотели, по своей праведности, исполнением закона они хотели достигнуть того, что не могли достигнуть. Только то, что дает Христос, свободу от греха. Они этого не понимали, видно, они думали, что если я буду исполнять закон, ну как своего рода монашеский было так, что налагали на себя время, посты, умиршление тела, пытаясь спастись от страсти своих, освободиться. То есть монахи как бы надеялись на свой подвиг. Вот я буду совершать подвиг, и я, значит, достигну праведности. А это как раз заключается в ошибке. Не моя праведность, а Бог спасает, Христос спасает. Моей благодатью, поверье. Бесплатно, то есть. Не надо тут ничего, только веру. Благой дар дается даром. И праведность от веры. Авраам веру. То есть опасность в том, что эти люди, которые проповедовали обрезание, хотели своими силами исполнить законы, верили, что они могут его исполнить, и всем проповедовали. Тем самым, говоря такую мысль, что Христос и прощение не нужно. Ты соблюдай, и спасешься. Все соблюдай. А если я буду все соблюдать, зачем мне тогда прощение-то? Я по закону, и все мне законно обещает, что я спасусь. Ну, новое вино, старые мехи пытаюсь залить, понимаешь? Старые мехи, новое вино, новое, вот что Христос принес, новое учение, новое понимание, благодать это. То есть новые твари. А это все в старые рамки хотели запихать. То есть они не могли понять вот этого духовного обрезания, да? Что такое вот вера во Христа? Только вера, как она напротив закона, отменяет закон этой веры, или дополняет? Вот одни хотели обрезываться, вот какая опасность в том, что вот я христианин, но вот еще и закон исполню, возьму, да и обрежусь. Какой мне от этого вред-то? Или именно... Вот так тогдашний, допустим, они же склоняли... И у людей-то они же начинали то к одним слушать, то к другим. И вот давай у Павла спросим, надо ли... Павел говорит, нет, не надо обрезываться. Пойдем тогда... Значит, были люди убежденные, что обязательно нужно обрезать. И кого-то, видно, в тот период убеждали и обрезывали христиан. Потом, что они каялись в этом проступке, или потом прозревали, или что вот интересно, как это все происходило. И как на сегодняшний день нам это вот применить, эти знания? Вот, у меня вот мысль такая, что... Вот главное, вот покрестился, а там, говорится, хоть трава не расти. И у людей часто спрашиваешь, а зачем ты крестился? Ну, вот там у соседей надо было, вот ребенка, крестник, там совершенно... Эту вот обрядовую сторону принимают. Может быть, и тогдашние тоже христиане к этому обряду относились. Как-то вот не так, как Христос бы хотел, чтобы они к этому обряду относились. Вот сейчас мы вот говорим, что нужно креститься через погружение. А нам говорят, что... Я вот слышу, не только это, и мне говорят, но и вообще пишут, что... Ну, что вы держите за букву-то? Ну, какая разница? Да, да, тоже очень похоже, да. Мы... И одной капли хватит, мол, и что вы тут это... Вот вам это... Какое-то буквоедство с вашей стороны, мол, прицепились? Это вот надо что-то... Погружение, через погружение. То есть они как бы это... Если так можно даже рассмотреть, что они будто бы... Как-то апостол по правилам рассуждают, да? Ну, понятно. Если бы они учили бы, тогда бы это было бы и место... Имело место быть. Если человек наученный, то есть он в крещении получает это духовное обрезание, рождается новая тварь. То есть он до этого прошел катехизацию, там, все веровал, принял, как бы... Тут еще можно как-то вот с натяжкой, там... Но когда мы говорим о полном погружении, символизируя, что человек должен умереть для греха, как вот в водах ты умираешь, ничего же этого нету. То есть человек пришел деньги в кассу, мы против водок, против чего боремся? Не, не самой, как бы... Ну вот, да, вот такое вот... Мы боремся против небрежения. Небрежно. То есть похрестили, ничего не объяснили, и человека обольстили. Он думает, что теперь вот он вошел в церковь, и теперь вот член церкви... Да какой он член церкви, если совершенно о христе ничего не знает, Евангелие не читал, и вообще жить по Евангелию не собирается. Может быть, тогдашние вот эти вот люди, которые проповедовали, обрезали, ну вот как-то тысяча лет лежала, вот как у старообрядцев, так и еще пусть полежит. Вот мы обрезались, что вот это вот Христа какого-то придумали? Жили же, и все, и ничего нам этого не надо, но новшество вот этого. И тем самым они отвергали Христа, написано, то есть отвергали его благодать, его прощение. То есть закон-то... Они все понимали, помнишь, вот такое место еще было, когда застали женщину в прелюбодеянии. И по закону, по закону, они должны были ее побить камнями, она нарушила закон. И что Христос и сказал? Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И они, будучи обличаемыми совестью, никто не бросил камень. То есть все понимали, что закон собственными силами соблюсти невозможно. То есть все согрешили, нет праведного ни одного. И когда человек говорит, а я буду закон соблюдать, ну, значит, он лжец просто. Но где-то он нарушил, и утаивает этот грех. Может быть, я вот так вот понимаю. Может быть, неправильно. Потому что возмездие за грех, смерть. Все мы умираем. А дальше за смерть, это не просто смерть, человек умер, а дальше вечная смерть, вечное имущение за грех. Ну, просто человека в могилу закопали, а потом он воскрес и в рай попал. Попроси, Игорь Тихонович. Игорь Тихонович, разгребайте, тут мы уже забрели куда-нибудь. Вопросы надо поставить так. Как же так? К своим пришел, свои не приняли. По правде законы непорочны. Исполняли, что положено, скрупулезно. Десину даже смяты давали. Ждали его ни день, ни два. А 1600 лет. И пришел, и вообще не узнали. Вот что значит правильное учение, толкование. Они обрисовали Христа таким, каким он не был. У них речь шла об освобождении страны от иноземного гнета, из захватчиков. Дать свободу стране, патриотизм. Это сейчас по всему миру такое. А Христос совершенно не так сделал. И сел на осла, а не на белого коня. Вот причина-то где. И сегодня такое же дело относительно его невесты церкви. Каждый представляет себе. Только что возник там пять лет назад какая-то организация. Все, мы церковь. Вот так было в Израиле. Разбились на нескольких группировок, кто лучше выполняет. Они были нужны, фарисеи, а они самое главное сделали. Они дали синагогу, когда пришли из плена. А садукеи ничего не дали. Эти были обременены. И Господь не сказал, не делайте это. Она говорит, и того не забывайте. Милость держите. Но и того не забывайте, о десятине и прочее. Как важно иметь толкование. Мне приходилось беседовать с баптистами, и они говорят, вот вы наставите толкование. По-вашему, что толкование дороже Библии? Я говорю, а почему вы так не рассуждаете? Если дается вам Библия, и Библия с толкованием святых отцов, что лучше взять-то? А как отдельное толкование? Оно на воздухе не может висеть. Чего оно будет толковать? То есть, впереди не будут слова библейские написаны. Вот мы считаем толкование. А сначала, значит, Слово Божие с толкованием. Вот чем православие и историческое церковь отличаются от всех сектантов. Самое главное, не имеют епископата священства по рукоположению восходящего от апостолов до сегодняшних дней. А они сами по себе начинают, и разрыв, и благодать не передается. А при чем тут руки? Тебе не надо рассуждать при чем. Бог так усыновил. Определенно сосав был мира, которым мазали, посвящали в пророки священников. А если по-другому? По-другому, если кто сделает, да будет предан смерти. Ну, не серьезно просто люди считают-то. А там было очень серьезно. Вот показывает ИГИЛ, там, исламское государство, что женщина идет, одетая в красное. Надела у нее половина красным. Ну, так говорят, показывают. Я вижу в интернете, но причин, так говорят, больше никакой не было. Я еще остановил дежурный по улице, поставил ее на колени, в ботылок тут же выстрелил ее, она упала, все. То есть, шутить не приходится. И в резком народе было все очень строго. Пасное ты съел. Да я нечаянно, да откуда оно могло попасть на Пасху смерть? Так, а ребенок съел смерть. И поэтому они выметали даже в крестиную норку, говорят, заглядывали и забивали там все, чтобы где крошка не была. Вот искупление фильм показывает. И вот на все надо смотреть, как это к нам относится сегодня. Вот там написано, пришел Павел, вот вы дальше говорили, исполнили дело. Какое дело? Рукоположение, это не главное было. Главное, это было благовестие. Сегодня священники спрашивают, ну, многих крестил. Каждый крестит. Апостол Павел говорит, меня Бог послал не крестить, а благовестовать. Почему? Иоанн Златоуз говорит, для того, чтобы обратить человека, благовестовать, нужны тысячи талантов, не одна тысяча. Ты должен улавливать самое малое движение, с кем беседуешь, глаз его, наклон головы, что он говорит, какое было прошлое, к чему он расположен. А крестить не надо ни одного. Бог таланта. Был бы рукоположенный священник и не запрещенный. Все. Крестил я дома, говорит там, Стефана, но не знаю, кого крестил или нет. То есть по пальцам можно пересчитать. А сегодня только зайди в храм, и любой священник скажет тебе, я крестил сколько-то, они помещают себе, сколько вылетов сделал, как в Сирии самолеты. Вот на все надо смотреть через призму священного писания и толкования ступых отцов. Один раз себе это возьми и с кем бы ты ни беседовал, тут спорить не надо. Ты просто отвечай. Толкования определенного нету, каждый тянет в свой угол. Вот сегодня говорят, что около 21 тысячи, я не знаю, но 11 тысяч это точно было. Разных названий. Придумали динаминации, конфессии. Этого нет в Библии. Есть церковь, есть ересь. Вот все только два. Это хитрость, замена слов, понятий. Вот прочитали, что самое главное было. Главное было вот это. К нам применяется. У нас это сегодня есть или нет? Вот приезжает епископ, он говорит, где он ездил, где проповедовал, как обратились люди, как Бог дверь веры открыл язычникам. Никогда. Патриарх едет по всей стране. Что? Литургия была, богослужение было, открытие храма, закладывали камень. То есть, это абсолютно новая религия, не имеющая обоснования на страницах священного писания. И когда я говорю об этом, они ужасаются. Ну, послушайте, сейчас вокруг меня такая свистопляска, такая травля. А я посмотрел по дневнику. Сегодня исполняется ровно год, 25 декабря 2014 года, меня предупредили с Украины, прислали известие, переписываются со мной, что вами сейчас занялась Центр православия, Почаева. Там профессора сейчас где-то. Год прошел, тишина, нигде ничего нет. Сейчас тут вот они в Барнауле что-то там делают. Помолитесь себе, я прошу, потому что грядет катастрофа на страну, а они лезут, не понимая ничего. А кто главный идол в стране? Ну, спрашивают. Идол. Показывают на патриарха. Откуда мы знаем? Нам не идолов надо искать, а очистить сердце свое. Может быть и так. Откуда я знаю? Я рядом не стоял. Но Щаплин ушел, даже Щаплин не сходится там что-то у них. Это говорит о том, что нужно делать что-то. А что нужно? Рождение свыше. Об этом вообще проповедей нет. Нет. И люди не знают еще поэтому так легко уходить в сектанство. Вот на руках Библии все показано. Нам на каждом шагу могут рубить. Это есть в Библии? Нет. Это у вас есть, этого нет. Мы совершенно не такие. А что делать? Трудиться. По частям маленько выкидывать, торговлю выбросить. Раньше 30-летняя рукополагация. Оглашенное, чтобы из идити было. Ну, 4 пункта хотя бы. Торговлю всякую прекратить, чтобы нигде не было. И уже от многого отошли. Чужие, чтобы не были. Из посторонних никто не смел пристать. Это не ввести. Абсолютно никак. Вот эти пункты если выполнить, а то уже в церковь начинают обновляться. А что? Да кто бы ни пришел. Главное, что купил деньги. Корысть, трусость. Корысть и трусость. Поэтому нам не спать, надо молиться. На мне сколько человек уже срезалось. Ну, как вы можете быть православием, когда понимаете, видите, это мертвая, абсолютно мертвая религия. Как я называю, скотомогильник. Но это церковь. Я всем подтверждаю, что я знаю, могу даже доказать, что Московская Патриархия имеет благодать. И поэтому здесь я тружусь. Но я же и в ней не состою. Но я все делаю для нее. А вот они собираются там сейчас. Сегодня мне сообщили там на каком-то уровне где-то там, что у меня закрыть, чтобы YouTube закрыть, сайт, форум, все у меня закрыть. Ну, как Бог даст. Закроет, значит, закроет. Главное, что это награда, великая награда, когда будут гнать вас. Апостолы так же следят, апостольский путь. А их никто не гонит. Такого пути в христианстве нету. Почему? Это свидетельство, что ты живешь неблагочестиво. Ибо все благочестивые будут гонимы. Тебя никто не трогает нигде. Посмотри на свою жизнь. Ты живешь в грешном мире, и тебя никто не трогает. Этого не может быть. Вот и весь сказ. Вот маленькое замечание. Все, отошел. Благодарим. Так, идем дальше. 15 глава Деяния Святых Апостолов с 13 по 23 стихи. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано. Потом обращусь и воссоздам скинью Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленные крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его, и читается в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнаву именно Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья находящимся в Антиохии, Сирии и Филикии братьям из язычников радоваться. Толкование Этот Иаков был епископом, поэтому и говорил после. Обрати внимание и на его мудрость Своё Слово Он подтверждает и новым свидетельствам и ветхозаветными пророчествами. Это тот Симеон, который в Евангелии от Луки пророчествует «Ныне опускаешь раба твоего владыка» Лука 2 глава 29 стих «Благоволил принять Господа людей из язычников непросто, но во имя славы своей» Симеон был известен как муж близкий по времени, но он не имел авторитета, так как был не древний муж. Поэтому Иаков приводит древнее пророчество. «Потом обращусь его создам скинию Давидову падшую» Падение это было так велико, что казалось непоправимым. Что же, разве был восстановлен Иерусалим? Не был ли он еще более разорен? О каком же восстановлении говорит пророчество? О восстановлении после Вавилонского плена, когда Иерусалим снова стал иметь значение. Далее цитата «Полугаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, то есть не расстраивать дела, потому что если Бог призвал их, а эти навязывания расстраивают призвания, то мы противимся Богу. Предостережение этих, хотя и касаются чувственных вещей, но необходимым, так как эти вещи были причиной многих зол, то преимущественно от них Яков и удерживал верующих. До пришествия Спасителя Моисея читали каждую субботу в одних синагогах, но после пришествия его Моисея читался невозбранно и в церквах Христовых. Это видно из того, что он читается постоянно даже до сегодня. При том же, если бы Ветхозаветное Писание не читалось в церквах, то апостол не написал бы так нерассудительно в послании Галатам. Читаем 4 глава 21 1 стих Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Все, толкование закончилось, давайте порассуждаем, что же здесь нам говорится. у кого есть мысли такие? Ну, вот такие. Да, Михаил, а? Говори, Михаил. Ну, вот всегда человека тянет к чему-то такому простому, бытовому, бытовой вере какой-то, к суеверию какому-то. Вот Колосиным апостол Павел пишет, итак, если вы со Христом увылили до стихи мира, то до чего вы, как живущие в мире, держитесь в постановлении? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все сливает употребление по заповедным учениям человеческим. Это имеет только вид мудрости, в самовольном служении, смиренно мудрее, изнурении тела, в некотором неближении насыщении плоти. Вот и у нас же православие тоже такое же постоянно. У нас этот вот обряд, многие там вещи, которых мы ставим выше, чем Евангелие. берем там хоронят людей, допустим. Сколько там всяких суеверий, с похоронами и так далее. Очень много всего такого принесено, что вот это вот, говорю, бытовой это вера. апостол Павел, который боялся, что она евангельскую веру погубит. И это обрезание тоже вот, но обрезание ведь оно конечно оно было нужно в свое время, но сейчас когда вот в нем вы обрезаны обрезание нерукотворенным в лечении греховного тела плоти обрезанием крестовым. Вы погребены с ним в крещении, в нем вы в воскресе веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением высшее наше рукописание, которое было против нас, взяв его от среды и приглазил ко кресту. Оно же это относится к евреям все, не только к язычникам. Это рукописание. То есть я правильно понял, что были люди смущающие и говорившие, что вот это крещение, которое вы приняли, оно ничего не значит. Нужно вот как отцы наши обрезал. Крещение это очищение. Очищает. Зачем еще раз еще и обрезание. Да, 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 да. И тем не менее, раз такой вопрос возник, значит, люди начали сомневаться, сомневаться в истинности крещения вот этого во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Либо они не облеклись, раз такие стали вопросы задавать. Закон был бедоводителем ко Христу. Да, это да, разбирали. То есть, если трехлетний ребенок сочет соску, это нормально, но если по школе возьмем, значит, то это уже так же и здесь. Новый завет, зачем вы обращаетесь к старому? Старый уже прошел. Действует благодать, прощение. Дается благодать, сила больше не грешить. И через веру человек становится рожденный свыше, и подается силы в крещении не совершать больше грехов. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Ну, да, разобрались, что да, что не нужно было им понимать обрезание, это был где-то водитель по Христу этот закон. Но опять же, там же кроме обрезания была еще масса всяких вещей. И церковь поделила эти вещи, что-то приняла, что-то оставила. Какие-то соборы же были. Вот бороду, например, да, оставили, назвали блудодейную ересь. Сказали бы, да, что, язычники, что их обременять этим, пусть они бритые ходят уж. Главное, чтобы от блуда воздерживались, да и ладно. бороду почему-то расставили, пейси сейчас притек кругом, как-то убрали. Чем они основывались? Интересно. евреи живут еще с надеждой, что придет мессия. Что они еще живут, они в общем-то это и не духовно, они остались даже ниже по духовности, если так сказать, ниже тех евреев, которые были во времена Христа. То есть они живут и без закона живут, то есть без закона, они не приносят жертвы. То есть они иудеи, которые склоняли обрезываться, они просто склоняли христиан перестать быть христианами, а стать ветхозаветными иудеями, я так понимаю, да? Ну, собственно говоря, да, закон, что было главным, то есть закон, обрядовая сторона, они никак не могли от нее отказаться, они не понимали, что Христос именно тот агнец, который должен был прийти, который пришел и отдал себя. Ведь обрезание же, я тебе перебью, брат, обрезание же что? Дальше же потом нужно было жертву приносить, жертву очищения за грех, а жертвы Христос, то есть они свои вот эти жертвоприношения выше, чем жертвы Христа и отвергали эту жертву, получается. То есть они должны опять исполнять весь закон. То есть ничего как будто не изменилось это, что Христос приходил, что не приходил. Опять нужно исполнять обрезание, должен исполнять весь закон. Христос говорит, что не нарушить а пришел закон, но исполнить. И Христос все исполнял, и Он нам сказал, все, что они говорят, вам делайте, по делам же их не делают. Конец закона Христос. Христос тот именно Агнец, который должен был убить. В чем конец закона? Не в том, что его не надо соблюдать, а в том, что теперь нарушивший закон может спастись через покаяние, через веру во Христа Иисуса. То есть до этого закон, если ты его не соблюдаешь, ну все, смерть тебя должны убить за неисполнение закона. И на страхе все держалось за этих людей. Но все равно склонность к греху преобладала, и люди совершали грех, и приносили жертвоприношение, жертву за грех. Овец там... Жертву за грех это Христос. Агнец. Все, закон на этом закончился. Все, да. Теперь Христос умер, и все это прошлое ушло. Про сигнал техничек. Да, он перед этим уже говорил, просто повторяем все равно, что когда он про это все и говорил, что я думаю, дальше надо идти и читать. Ну, ты ведущий. Не против? нет. Так, 24-27 стихи. По мы им не поручали, то мы собравшись единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Толкование. Все так определили и пишут это по тщательному обсуждении. Замечательно, что ни Петр, ни Иаков не дерзали без всей церкви постановить определение об обрезании, хотя признавали это нужным. Но и все вместе не положились бы на себя самих, если бы не были убеждены, что так благоугодно и Духу Святому. А чтобы посольство Иуды и Силы не было сочтено за знак неудовольствия Павлом и Варнавою, следуют похвалы им. Понятно, то есть они пишут, что хвалят и Павла и Варнаву и еще и Силу послали для большего утверждения. Я думаю, что если бы Господь Бог не показал Петру на деле, что Он язычников так же принимает, как и евреев уверовавших, то тут трудно было бы сказать, что бы они это наверное бы заставляли все равно обрезываться и соблюдать закон Моисея. но благодаря тому, что Господь показал это явно, что Дух Святой сошел еще до крещения на Торниле и всех, кто в доме был, показал, что они имеют такое же это очень нисколько не меньше значение для Бога. «То есть не положил никакого различия между нами и ими», говорит Петр. «Веру очистил сердца их». И вот это событие как раз это и показало, что нужно не заставлять язычников обрезываться. Хотя апостол Павел потом приносил там пришлось ему даже соблюдать обряд очищения, когда его взяли в храме. Но поняли евреи, что не надо этой язычнику заставлять. А эти самовольно значит брали на себя эту миссию. Которые говорили, что надо обрезывать наверное поэтому апостол Павел называет «псами». Как называют филипийцам «псами». «Псами? А берегите «псов», берегите обрезанию, да? Да. Потому что они будут «псами» 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 «бремена неудобоносимые» это вот как-то можно сопоставить с тем, что язычникам разрешили не обрезываться там и как-то вот такая экономия так скажем что-ли для них. помните где говорится что бремена неудобоносимые сейчас вспомню вот это вот сами вроде как о чем речь о каких бременах помните Игнать Тихонич нет сейчас откроем он не слышит Игнать Тихонич где говорится о бременах неудобоносимых о чем речь ветхозаветнее повеление которых насчитывалось 613 тут надо рассуждать немного пораньше у ивреев было как у нас двунадесятые праздники большие и малые большие праздники они прямо помещены были а другие появлялись обновления храма возвращение из плена свои там поменьше с крестиком главный какой Пасха ее нельзя было никак перенести все должны были ее вкушать чужой не должен был приближаться четкий реестр как вести сколько где но допустим вот суббота кто не соблюдает субботу там пошел один сучки собиратели что его сразу арестовали и убили он даже никогда не думал бы что такое будет а есть такое одно место где разрешалось нарушать субботу а как это так а вот господь это сказал сам когда наступает восьмой день ребенку а женщине не прикажешь когда рожать она может родить в четверг в пятницу если в пятницу родила восьмой день попадает на субботу а это значит восьмой день непременно восьмой ни в девятый ни в седьмой надо обрезать а обрезание это операционная операция значит нужна вода и вода теплая и горячая отсюда даже рубить дрова разрешается зажигать греть видишь сколько работ почему чтобы и никто не считается священники это делают они главное были блюстители заповеди порядка и они не были никогда виновны и господь на это указал для того чтобы исполнить то это вход в церковь заключение завета которое указывало на крещение так это был прообраз они так тщательно соблюдали а у нас сам образ крещения и такая небрежность мы против евреев то никто так мусор под ногами и ничего нельзя сделать патриарх Алексей второй говорит 98% священников меня не слышат когда я говорил чтобы крестили после катехизации и в полное погружение 98% я считаю что он ошибся на 1% 99% ну можно что-то делать а что сделать ничего нельзя сделать потому что боятся слова раскол раскол сделали старое брящество то вышло когда в 17 веке ну да так и держатся на этом боятся теперь дрожат а этого бояться не надо канон православный не крестить три погружения 50 апостольское правило его вызывать чтобы было три епископа и сам с него снимать все иди на стройке народного хозяйства у нас-то по сравнению с евреем любой заповедь возьми пасху как они соблюдали как точно-то у них было повеление на яйца-то у нас нет повеления да еще красить да разными цветами да еще писанки там нарисуют ну вот вы делаете пасху делайте ну спросите яйцо что говорит это вареное оно ни о чем не говорит живое яйцо не сваренное оно говорит о воскресении там зародыш который может потом оттуда птица вылетит как душа из тела Христос воскрес тут понятно но вареное это вареное это у нас выверт какой-то в сознании вареным мельцом нельзя поздравлять там ничего нет кроме для утробы а пасху делает куличи какие а что он означает творожники там эти да вы даже не подумайте гроб господень мы гроб грызем мы не только мощи держим но и гроб еще грызем гробоеды трупоеды нас назвать-то не знаю даже как вот мусульмане знают как нас назвать свиноеды позор какой тут бы даже свиное сало-то в вызбу не запустило нам нужды нету и вот теперь когда рассуждают об этом главное это а почему они не пошли на компромисс ну давайте так евреи пускай обрезывают а мы язычники не будем или как-то ну еще какое-то условие было бы сделано на компромисс Павел не пошел евреям и то на короткое время дальше евреи которые новые обращались они уже были обрезаны евреям было это вообще излучайно трудно вот как для нас вот сейчас я говорю о великих и малых вещах что католики спрашивают что вам препятствует войти в нашу церковь ну а фактически что если они от Петра у нас от Андрея родные братья это церковь со множеством заблуждений ладно прошлое на второй план первое примат папства главенство папы над всеми Петр нигде не претендовал на это он первый говорил но только и всего второе мне не нравится я говорю бритье что папа бритый 80 лет и скоблет я никак не могу этого ни понять ни принять тем более у них там есть где сексинская Мадонна папа секс с бородой но великое ли дело борода там клок волос какой-то я не могу перешагнуть через это и ни один человек нормально мыслящий никогда не пойдет на это дальше крещение только кропят где-то там один может на 5 тысяч мог же погрузить если ты просить его будешь тем более если он тут где-то на территории России так супер редко и оттуда научились искажают крещение нет подготовки ничего нету поэтому сегодня апостолу Павлу если он пришел сюда ему бы пришлось намного хуже чем тогда было я это знаю на себе потому что каждый день я чувствую угрозы посылают что угодно только за то что говорю истину провернуть не могут они пакости могут делать ему делали пакости Павлу 40 киллеров заклялись не пить и не есть да он был непорочный главное им надо было в законе говорить но ты чувствовал что ты виновен перед Богом да ну а почему дальше-то не искал а кто искал один человек только нашел в Ветхом Завете который прямо все высказал пророк Исаия 53 глава и когда с евреями говоришь они рассуждают очень умно как маца готовится дорогой едет там кошерная пища и все правильно хорошее но как договоришься о том что на тебе грех это вот 6.23 возьмите за грех смерть они это понимают ну а вы когда приносите жертву ощущаетесь от греха сразу разброд пошел ну совесть твоя подсказок или нет ну как баран может взять мой грех он знать не знает он безгласен перед стригущим а что 53 глава и когда говоришь с ними ну там у них рави равин отвечают почти всегда одинаково опускает голову и говорит не будем об этом говорить 53 глава табу там Христос заодно эту главу Исаию считают ветхозаветным евангелистом корень самый главный то у нас перенос это идет на крещение самое главное у нас искажено и притом все искажено и прикрыто ложью советская власть мешала почему старобрядцам не мешало ни поповцам ни беспоповцам а их 50 разных названий было ни одного ни одного за 300 лет не мочили ни одного даже больного даже раздавленного все равно погрузят что нам еще говорит ассектанты баптисты адвентисты яговисты писятники все до одного в полное погружение при советской власти ни одного не обливали не считают а может в тюрьме то я не знаю но нам нет оправдания никакого мы являемся ссором для мира позорищем как Павел говорит я об этом кричу и трублю вы не можете начать ощущаться пока не признаете что вы все в гною купаетесь как златоуз говорит выйдет священник ласковенько говорит гной губка разглаживает там вырезать надо там все гниет чтобы остальное сохранить вырви глаз брось от себя хотя бы с одним спастись теперь ловит какой интонации сказал в гневе не так когда суд божий настанет тогда мы увидим какой глаз будет от лица его побежит небо и земля это все игра в христианство до нас никак не доходит и что интересно вот я по себе вижу вот который нападает человек приходит со стороны один у нас был в общине там Саша Муха он мгновенно находит против и начинает они вместе уже вместе они идут он приходит птица слетает так подобно к себе что это он увеличивает награду твою награду и мы даже это так а как повредить верующему нельзя повредить если уста его наполнены благодарением ни одного человека на земле нету который не был бы в скорби или больной или парализован или его гонят или он заблудился где-то там замерзает Бог так устроил Павел говорит смиряю порабощаю тело если даже гонения нет я объявляю дополнительные посты где-то смирение вот теперь оно обрезание встало на место а что почему обрезание это было не ногти обрезать а что-то другое самое болезненное место когда казнили февронию мы считаем про женщин то отрезали соски ты спроси женщину возьми иголку ткни тебе где-то в бок и соски ты почувствуешь нет разницы в боли а они отрезали а здесь добровольно ты должен согласиться почему на второй день когда напали там были город Сихарь сын Сихема и Моров там и весь город побили никто шевелиться не мог у нас-то ничего это в крещении нет обкупнулся наоборот хотя это не плоской не чистоты омытие до конца надо договаривать и мы в каждом стихе увидим что мы никто нам рта раскрыть нельзя мы не можем никого учить ни мусульман ни буддистов ни старообрядцев ни католиков мы сами не те и начинать надо с себя проверить как ты крещен как ты уверовал в какого времени была ли у тебя эта встреча в Дамаск осеял ли тебе этот свет переменился другие засвидетельствуют вот где начало я за это бьюсь а они смотрят как на врага почему а кого из пороков не гнали отцы ваши кого и на это смотреть не надо надо говорить и делать будут они слушать или не будут время закончилось Сережа пожалуйста задавайте вопросы вопросы какие давайте есть вопросы я вот вчера на форуме был и ролик один смотрел там один молодой человек разбирал обличителя Лапкина канал и вот показывал где мы были в Пензе по-моему мы заходили к Баптистам и молились с ними помните это вы неужели я уже ответил два раза ответил хватит а я что-то ответ не нашел думал еще не нашел то в беседе с Андрусенко там Сергей там я отвечаю вот этот который человек я сейчас его даже его Сергей Сергей Амнус Амнус вот он как раз разбирает это дело я уже отвечаю на это что означает молитва молитва это означает соглашаться с Ерею это запрещено а если они считают отче наш молитва то нам и не принадлежит они не понимают ничего этого да я там был но снимал я против себя выставил ну ясно даже тут можно задуматься зачем же я выставил если мне в этом какой-то ущерб тут легко понять что я понимаю не так как вы они бы никогда про это не знали если бы я не снял и не выставил в Ютуб но даже это и то понять не могут лишенное смысла явно что я понимаю так как не во вред мне я был там короткое время искал человека они сидят занимаются слово Божие так у нас что с ними общего златоуст говорит за это ты ответишь у нас все общее так они такие там совершенно не тебя это не касается один Адам одна Ева у нас общее желание спастись а вот ты теперь открой мы истину так а вы еще открыли а откуда тебе знать дверь уже открыта они меня приняли а тебя еще и не примут ты будешь бухтеть что попало а теперь а теперь три человека даже вообразить три человека из двенадцати которые готовы перейти православие услышали ну и все еще ушами хлопать будет ну никакие совершенно называют себя там миссионеры или кто-то а сам злобой давится миссионер должен уметь страдать высушить несогласия принять удары обвинения от самых близких для всех сделать со всем и все с одной целью дабы приобреть по крайней мере некоторых у них этого нет совершенно нет вот и ответ я молился ну а хочешь дальше смотреть посмотри на патриарха Кирилла на патриарха Алексея с кем они там молятся с папой обнимаются и целуются ну еще замолкли сразу ай алфеев иларион посмотри как он склоняется перед папой как лобызается и прочее на меня-то кого смотреть тут рядовые где-то да они-то не думают его приобрести у них это в мыслях даже нету с какой дабы приобрести они уже не оправданы будут но не нам их судить у меня цель определенная четкая выраженная в священном писании для всех сделался всем я рассказываю удивительный случай в одном месте как раз откуда нападает на меня из Кызыла у меня жена из Кызыла Тува я приехал а там две общины отделенные это совет церквей и баптисты которые они разделились почти пополам мы вчера были вместе сегодня поброси они не могут соединиться и я приехал в этот город на короткое время там несколько дней приехал знакомиться с родителями жены и пошли к ним нас провел Господь туда но никто не знает с какой я стороны с отделенных или всех бы Всесоюзный совет евангельских христиан баптистов мне дали слово и обе эти половинки сошлись и вы бы слышали какие были вопли какие слезы какое покаяние у людей было так они еще православными стали и первый вопрос разреши Богу надо разделение теперь они вместе но каждый думал что я нахожусь на их стороне я и уехал они так и не знали так они стали православными один сразу пришел стал священником ну дальше это рассуждай он стал искать ну о том чтобы православный был и чтобы соединились две разрозненные общины я думаю этого случая нигде не было больше у меня все уникальное почему Бог мой Бог я ему доверился и поэтому обвинения в мой адрес они под собой никакой силы не имеют ну а если доказали так все правила применяйте на мне делайте по канонам судите меня все никто ни один пес языком не пошевелит нет этого нигде они во первых надо доказать официально принятое чтобы решение было это были еретики далее что я с ними согласился с их еретикю они запутаются на первых шагах а просто так тявкать из-под воротни этим щенкам-то то-то на роду написано они не работают над собой самое главное сохранить свободу совести надо мной никто никогда не стоял не нависал я тебе разрешаю туда пойти туда не разрешаю я шел туда куда Господь указывал и где бы ни было обязательно Господь покажет души которые готовы принять истину их привязанность неописуемая какая была даже еще не не стали вот в Одессе были две души так они сколько там сделали добра это подвижники где бы ни был ты говори доверяйся Богу вот ответ еще вопросы есть какие я вот это прочитал не полностью правда выборочно доклад патриарха Кирилла на епархиальном собрании московской епархии меня интересовал вопрос что он скажет о крещении о крещении ничего не сказано как таковом но говорит о том что об огласительных беседах он говорил немножко и вот он один из признаков которые положительно оценивают вот зачитаю коротко коротко одним из показателей положительной роли огласительных бесед можно назвать то что заметно увеличилось количество младенцев которых приносит родителю храм для причащения святых тайн Игнать Тихонович огласительные беседы нужны для этого или еще для чего еще спрашиваю что смешно даже если патриарх об этом говорит да он никакой тогда огласительное слово касается тех кто понимает а ребенка хоть куда приведи ему давай после кришнаитов там обкуренные яблоки но они все ребенок все съест что ему скажут огласительное слово как к ребенку так когда он не понимает ему еще надо лет 15 накинуть тогда разговаривать с ним ребенок должен быть послушный родителям вот и все а родители верующие их нужно оглашать словом и оглашать не две беседы проводить как у нас 450 500 часов ну еще где-то найдите такое они на меня гонят а я им заранее скажу большего друга для православной патриархии чем я трудно найти сколько сделано 53 года сколько людей обратилось и всех до одного направляю патриархию это вообще у них кальнейший случай на земле меня бьют в доме любящих меня посмотрите на мне раны какие рубцы как господь говорит оглашать нужно уверовался стражник и дом его не написано что уверовал младенец и старший старший ну все вывершено здесь у нас мозги закручены вот где бы ни был литургия литургия никого верующих то нету литургия стоит один мы зашли в храм никого нет один священник стоит за прилавком и все никого ни одного нет прихожанина но он будет все равно точно та же литургия ну выйди за храм ну пойди маленько скажи я даже могу сказать где это было куда в этот храм меня приглашал потом он митрополит был Гедеон Новосибирский Докукин приглашал рукоположить и послать туда в это в это село большой улуй а я отказался так я его обидел ужасно как да у меня тут в кочегарке работает которых рукополагать изучают они годами ждут рукоположения а я сам вас хочу рукоположить я говорю да вы говорите не сами вам КГБ указало чтобы меня куда-то сплавить а я перед этим накануне рукоположения увидел сон ну сон то человеческое явление лежат вот быка убьют когда ну и шкуру растелят ее надо сразу засаливать надо там чтобы обделать она засохнет она засохла на солнце одна шкура другая третья и вот такой лежит прямо ну быщина это там раскинь по 2 метра больше может быть до 4 метров растянешь ее и мне голос говорит выделывай эти шкуры а я шкуры когда-то выделывал а я говорю они не поддаются выделке я понял что это значит он меня ссылает туда и такая тьма непрорубная топором не прорубишься я должен теперь там эти шкуры выделывать там ничего не сделаешь и я отказался вот в моей жизни такие моменты были когда я мог быть другим но я всегда молился в одном месте мы учились три брата на священника трое закончили курс лучший преподаватель был он погиб кандидат богословских наук насец Александр Пивоваров город Новосибирск ну и что уже сшили на меня подрясник только надеть я примерил его и сразу снял снял и сказал это не мое а почему я имею от Бога связь и подрясник этот другой надел отец Аким поехал его руку положили что бы ни делал ехать куда-то везде спрашиваем просим открой дай помощников нынче вот ехать надо было на благовестие прежде Николай Крущин отказался у него тут ребенок родился и прочее никого нету и вдруг из Краснодара из Краснодара Марьясов Александр Сергеевич он на работе он дальнобойщик он мастер высокого класса и он оттуда прилетает сюда принимает крещение садится на машину и Сергеем Пупковым вот с этим самым едет дай ему Бог здоровья и долгих лет жизни а должен был ехать я и вдруг совершенно не готовый как будто человек и на него надежды не было Валерий Сергеевич Сокольских садится и поехал а я когда уже уже вроде договорились я говорю вряд ли там жена командует подкаблучник он еще тот же и вдруг он переезжает от жены где-то там в деревне что-то там такое и едет как Бог все делает была только одна молитва Сережа тоже что-то отнекивался пятился тут не может сел и поехал Сережа я правду говорю нет истина так видите как Бог делает и Сергей поехал поехал и взял собаку без собаки-то нельзя было и они вернулись и быстро все сделали а мне каких только советов не дали в прошлом году сломалась у нас машина в Швеции и у нас 100 экземпляров осталось не не развезенной по библиотекам надо было ехать не надо ехать там надо разослать там почты я понимал это басни бабье нужно ехать машину отремонтировали и поехали и все сделали больше мы в дальние поездки не поедем если только по ближним Сереже всегда низкий поклон когда молюсь за тебя и остальным кто ездил ну а без Марьясова вообще никуда тот и отремонтирует и все я все это вкрапляю в разговор если мы дети Божьи мы должны сравнить путь свой с Словом Божиим и не смотреть что тебе грозят вот мне сколько сейчас не грозят там вот какие только кары не идут никогда кажется такого не было а я радуюсь я знаю что это к концу идет и Господь видя как впереди уже было что-то и теперь дальше ну это никакой роли не играет это награда Божья да благословит их Господь всех гонителей да воздаст им добром благодать из уст их ты благодари Бога день и ночь за каждого врага и ты увидишь как подвигнутся скалы перед тобою мы все время молимся и благодарим ну они грозятся там где-то через кого-то подкупить ходят деньги предлагают модераторов находят деньги предлагают чтобы они напакостили уничтожили форму или что-то то есть ни перед чем не останавливаются сатана и что по сегодняшний день никто не попятился вот как Бог делает вопросы ну молча молча ну я тогда еще один вопрос задам конечно он не такой уж важный так про этого человека который берет мои ролики разбирают у нас была одна с ним беседа он идет самым правильным путем он берет сравнивает берет из других мест вот он один ролик поставил у меня говорит серия их будет то есть на моих роликах которые там где-то и он тогда делает более обширный где-то помолитесь за него Сергея его звать он уже один я не знаю куда-нибудь его ролики ставит но мне скинули на него или на форум вернее перенесли надо как-то другим дать чтобы они знали где у него наверное канал свой есть ну канал надо найти его просто зайти на наш форум и там увидите как он поставил фильм ну от края вторая страница я его уже этот объяснял ролик его он прямо под Удиной берет он берет заходит на форум и туда переписка с Удиной мной была перенесена он нашел он работает и там мы беседуем и Дудин то я думаю что это уже навеки мы сроднились и то другое я говорю дай то Бог то есть он нашел такие письма мои потому что они публикуются на нашем форуме я сегодня выставил остатки беседы с Соболевым а его я перекидываю когда в Мейл.ру и другое что-то там уже 9 страниц это вообразить нельзя 9 страниц нашей переписки с ним ну и другие которые есть я их все выставляю они в интернете потому что это самые лучшие беседы вот что Михаил Кальмаев пишет я ему перекидываю ну и они там есть что писал Андрусенко тоже там кто что пишет с чем я желаю его ознакомить а теперь это же в его теперь я теперь все это снимаю делю по частям чтобы ну когда форум открывали мне сказали говорят ну а зараз какое вам нужно ну сколько знаков-то а я что знаю-то я думал боялся что кто-то много будет то есть понятия никакого нет я говорю 50 тысяч значит откуда я сказал 50 тысяч ну он так и сделал 50 тысяч а дальше не пропускает новую страницу делать новую но по 50 тысяч рву это если в ворде смотреть 15 страниц это тоже хорошо это удивительно Бог сделал как удивительно ну и вот сейчас сегодня мне дали 5 тысяч сайтов взломали в России у игиловцев это запрещенное в России исламское государство ну и там запечатают да не откроет вас через один день ну и мне говорят что вот и вас вот вы там подтащивали устой это мне сегодня только передали там идут разговоры что Лапкин подтащил устой коммунистического режима он рухнул и сейчас он подтащивает вместе с Дыбуновым устой православной патриархии московской а если ее не будет то тут сотни разных сект ну да и на это отвечать нечего во первых советский режим рухнул не от меня а от коммунистов все видели их звериные оскалы решили показать человеческое лицо социализма и увидели там страшилище демоническое как расстрелы убивали коммунизм рухнул от двух это гласность Горбачевская и архипелаг Гулаг Солженицына вот а патриархия совсем тут ни при чем я ее подтачиваю ну и покажи где я ее подтачиваю где там дыра какая у них натащилась или что сравнивают ну правда один сказал один этому журналисту а то у меня в книге записано и он говорит благодаря таким как Лапкин подтачивались устои может быть они оттуда взяли и рухнул этот режим ну это смешно там и сахаров было и сколько было этих подробинников разных и кого только не было ну усники совести назывались я то тут вообще никакой я так меня попутно с гребли да утащили я златоустом значит это жития какое-то ну если уже глубже брать то это как раз главное чтобы подтачивало находились люди новые которые отходили от них начали из партии выходить у меня судей когда предварительное следствие было и сидит этот следователь КГБ а у меня обратился тут один следователь КГБ следователь стал священником но это все рассказывать это поэмы целые и какого человека у нас погубили а он у них был не на последнем счету какого человека погубили это все мне на хребет вешали да не я это Бог сделал Бог мой Бог слушаю еще 7 минут удивительно что Михаил Горбачев Бог ну так положил на сердце чтобы он это открыл все это гласное что подвел люди как раз действительно увидели все изнанку Горбачев это знаковая фигура это помазанник Божий помазанник то есть с маленькой буквы Христос а откуда это известно ну ты считай пророка Иеремию и скажите Киру помазаннику моему помазанник Христос помазанник переводится почему он отдал сокровище церковное дал свободу это точно так же сделал первые храмы отдал это его но что самое главное с нами сидел преподаватель второй группы космонавтов в одной камере мы сидели с ним Лозин Анатолий Максимович и он расшифровал Горбачев я никогда не знал бы в этой фамилии заложено было столько Горбачев вот смотрите и четыре один за другим в том порядке в котором буквы идут это нельзя сделать это миллиардный степенек невозможно это ну вы сами посмотрите кто за кем идет Брежнев Андропова избрали Андропова умер Черненко Черненко нет Гельцин понимаете как все это и вот в одной фамилии все вмонтировано такую фамилию и никто сначала не понял что это притом первые лица не то что секретарь какого-то райкома партии первые генеральные секретари все это нельзя составить только Бог мог так сделать еще там Владимир Николаевич можно где-то найти но чтобы Бач и сошлось первое букву фамилии самых главных лиц это нельзя сделать я математикой занимался выше это миллиарды в миллиардных степенях чтобы это случилось ну вот так поэтому мы были на родине у него благодатное кажется называется привольное привольное село мы туда ездили я ему подарки отправил через председателя побеседовали там встреча была хорошая мы к нему туда заехали и я подарил свои книги как всегда библиотеку мы это все засняли так что мы съездили туда на форос на форос где он был когда ожидал как качп к нему прилетит это все было сценарием Маргарет Тэщер все это составила то он ее выученик и мы туда ездили на форос посмотреть где он был и как его там заблокировали якобы это все заранее знали по ролям чтобы люди поверили что серьезно там пуга другого отправили на тот свет дорога в один конец вот так а вот Игнать Тихонович с именем Владимир вот у нас истории России много связано Владимир который крестил Русь Владимир Мономах потом Владимир Ульянов нет я не буду дальше слушать слушай внимательно у России два знаковых имени первое устраивает государственность после смутного времени Михаил как Сусанин говорил но я для России спасу Михаила Михаил Кедрович первый из этой когорты Михаил он создает государство дальше эта империя рушится царь Николай отрекается в пользу Михаила и третий приходит разваливает этот конгломерат Михаил Горбачев князь Владимир крестит Владимир Ульянов раскрепощает то есть раскрещивает Русь и третий должен последний быть Владимир может он сейчас у власти три не четыре майонамах тут ни при чем именно вот эта знаковая фигура которую я назвал ну все но все однако давайте прощаться все помолите сигнал ити сейчас поем давайте достойно достойно окол истину блажить дитя богородицу пресноблаженную и пренепорочную и матерь бога нашу честнейшую херувим и славнейшую без сравнения без истинья бога славородшую сущую богородицу тя величаем отец наш небесный мы просим тебя во имя господа и спасителя нашего иисуса христа благослови нас я умоляю тебя господи даруй мир израилю россии украине и сирии даруй духовное рождение патриарху епископам священникам и пасте дай страх твой правителям чтобы они знали что над ними ты есть царствующих и господь господствующих пощади народ твой приготовь его к грозным испытаниям которые грядут на эту землю мы прием к тебе господи услыши пособи тебе слава за все отец сын и святой дух аминь 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 всех отключай меня в первую очередь богом